Парламентарии предложили также предусмотреть возможность изменения тарифов для энергопредприятий, которые примут на свой баланс бесхозные электросети. В своем депутатском запросе Советбек Медибаев озвучил недостатки в системе их передачи от государства в коммунальную собственность. По его словам, поэтапный график был разработан Министерством нациоэкономики совместно с ЭКИМАТами. Однако, как показала практика, энергопередающие организации оказались в этом не заинтересованы. На сегодня количество энергопередающих организаций сократилось со 162 до 133, но подавляющее их большинство находится в частной собственности. Причина отказа в принятии бесхозных электросетей – частичная нехватка в ЭКИМАТах правоустанавливающих документов, в том числе земельных актов, отсутствие норм, предусматривающих изменения тарифов для энергоорганизации, затраты на обслуживание и эксплуатацию при приемке таких сетей. ЭКИМАТы не проводят достаточную работу по данному вопросу.